Стало известно, что известная эскортница получила награду за отлично выполненные поставленные перед ней задачи. Однако, что именно делала блогерша в интересах государства, детализировать отказались. Она действительно награждена поощрительным отличием Главного управления разведки Министерства обороны Украины медалью за содействие разведки Украины второй степени от 13 октября 2022 года за отлично выполненные поставленные перед ней задачи сообщили источники. Они также отметили, что разведка – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. Для выполнения определенных задач структура может привлекать очень разных людей разных профессий, социального статуса, с особыми навыками. Это еще раз подтверждает, что фигурантка-миротворца была награждена давно, а не вчера в офисе президента. Однако, зачем она попыталась преподнести все это именно так, пока не ясно. Добрый вечер, друзья, не добрый вечер, недруги. Меня удивляют комментарии ханжеские, возмущенные под этим сюжетом, что вот как так разведка использует проституток? Да я вас умоляю, я вас умоляю пользоваться услугами эскортниц, спецслужбам всего мира, как говорится, доктор прописал. Это традиция. В этом смысле пятый отдел службы внешней развивки Украины наследует второму управлению Комитета государственной безопасности Советского Союза. Я такой вам пример приведу, что когда Леонид Семенов создавал бюллетет совершенно секретно, я был первым штатным сотрудником в это издание, наша штаб-квартира изначально располагалась на Калининском проспекте, ну, сейчас это Довая Арбата, в так называемой явочной квартире. Что это была за квартира? Эта квартира была таким местом, где московские путаны, работающие на чекистов, опрабатывали своих клиентов. Она вся была нашпигована прослушивающей аппаратурой. Туда проститутки приводили не только иностранцев, но и, там, видных советских чиновников, в общем, всех тех, кто был в разработке. Так что никакого ноу-хау в этом смысле киевские разведчики не придумали. Это все было известно очень давно. Кстати, Анастасия Петрига, 20-летняя студентка, ну, Анастасия действительно киевская студентка, она еще и макийская, проститутка. Она именно убила легендарного Гиви, полевого командира Михаила Толстых. И ее рук дело. Она принесла взрывное устройство к нему. А, кстати, Дарью Дугину тоже устранил на Вовк, которая в свое время работала в эскорте. Там только две версии есть, что она работала в эскорте и была завербована СБУ. Или изначально она работала на украинскую разведку, а потом уже в качестве такого задания путанила. Этих примеров много. Я думаю, что вот Эли Садурицкой, которая вывела трагический для Бориса Немцова день, вечер, вернее, его на мост, где его убили, тоже все непросто. Я сразу после этого купил четыре квартиры в Киеве по тогдашним ценам. В общем, я не знаю, занимались этим кто-нибудь предметно или нет. Эти вопросы тоже, в общем, достаточно интересные. Я думаю, когда-нибудь про этих путан, которые работают на 5-й отдел внешней разведки Украины. Какой-нибудь телеканал, не обязательно BBC, снимет сериал. Продолжение следует...